тут конечно получился облом на месте нашей будущей вывески он взяли и закрасили так тут как вы помните были игрушки они взяли и закрасили полностью другой цвет очень мило получилось пополнение что магазинчик здравствуй сюда мы уже нарисовали вывески как будут с этой стороны и с этой стороны большой утвердили их придут сегодня замерять оля набрал очень много фирм которые занимаются прикреплением вывесок и сюда фасад здания все скинули просчеты некоторые сказали мы приедем бесплатно замеряем это и подкупила собственно даже говорит если вы нас не выберете мы все равно приедем сделаем бесплатный просчет сколько будет стоить их повесить сюда и на фасад я вам уже покажу место где они будут если цена нас устроит мы закажем потому что один нам написали там что-то около 8000 гривен да сколько они тебе написали 9000 гривен это реально много посмотрим сколько будет у них то есть короче нужно спецы которые это все сделают сейчас они приедут будут замерять все кстати вот этого помещения уже все перешло все для танцев тут вместо наших конструкторов будут танцы на таки переуступиваем помещение но тоже неплохо кладешь котика всех погладила тут тоже что-то делают что-то будет все зашили какое большое помещение получилось и там что-то еще давайте посмотрим договорились мы уже по вывескам нам это все обойдется 8 400 гривен дорого но что делать здесь немножко более-менее прикольно потихоньку превращается маленький второго центра сейчас на деловую встречу в компоте такое заведение интересно я там никогда еще не был первый раз находится где-то в районе олимпийской там где планетарий наверно подняться еще туда надо мураками все прочее а где же наш компот а вот и компот компот такие он здесь есть терраса это прекрасно на террасе можно будет нормально по кушать пообедать какое-то интересное место терраска ир и главное есть резервки это самое-самое классное что там поможет и дезинфектор сейчас этим используемся прикольно здесь меню сканируешь телефоном и выбираешь тоцки мне здесь встречаюсь очень холодил здешние пельмени закажем опробу просто не имею права их не заказать потому что рекомендации этого человека на стоит дорого посмотрите компот без сахара то что надо есть такое это его величество пельмени посмотрим оценим еще сметанку принесет еще эта штука хорош прям из банки спасибо что закончилась встреча хорошо поговорили человек кстати не сказал кто он изобретатель делает очень полезные штуки для велосипедов патенты имеют и так далее пельмени оказались просто супер как-нибудь еще на них прийти и олечку приведу в принципе все очень понравилось сейчас дальше по делам на встрече ну что я забрал полю на обед на свидание на обеда пока на сетюши гуляет соленой мало и мы решили быстро пообедать вместе потому что это редко бывает чтобы мы обедали вместе вот приехали в аромат я хочу заказать здесь шакшуку и сравнить ее с той которую готовлю я дома как вы помните то видео там я хотел шикшук она получается обалденная посмотрим насколько крутая она будет еще здесь и заодно и сравним первый раз я ее пробовал именно здесь давно мне в принципе понравилось но я уже забыл ощущение а поскольку свежие еще воспоминания той которую готовили мы для будет полноценной возможность сравнить эти прекрасных блюдо показать вам ну и заодно рассказать о своих впечатлениях полечки мы заказали пасту на шикшуку отказалась у меня попробовать ничего страшного конечно с лососем безумно вкусно а потом еще может а потом мы еще закажем палаты я соскучился палаты по вороне ты делала хорошие да но здесь она вкуснее объективно ну говорим как есть жена тоже классно вкусно готовит но здесь самый лучший лады в киеве в вороне заходите сюда покупайте наслаждайтесь ваша паста сударыня и моя шакшука с чабатой темной не просто так и с огурчиками так оно все выглядит аппетитно а у тебя тетя паста с лососем тоже очень вкусно подача в сковородочке так как и должна подаваться настоящая шакшука здесь и не яйца сделали не в смяточку с загустением сейчас будет дегустировать жена вот так берете чабату макаете в эту шакшуку и вот так вот и кушать не горячая такая как и надо классно но они сделали перченую хорошо но вкусно тоже вкусно но у меня она получается по-другому немножко тут напоминает аджику да да вот смесь не перца не ложили получается может совсем чуть-чуть помидоры в основном но вкусно все равно чабата отличная сюда подходит там пряная остренькая перетерли как аджику приятного аппетита и вам тоже если кушать яйца вкрутую и это фейл он же настоящая шакшука идет и желточками да здесь передержали которые тоже хлебушком зачерпывается макаются и классно кушать ребята честно говоря наша домашняя шакшука которую я быту мне нравится больше в том числе в связи с вот этими штуками что я уже сказал про яйцо и про перетертость мне нравится когда кусочки когда нужно перчик зачерпнуть почувствовать ну да у оли двойная печенюха бонусом не одинаковые ты кто за оли а я буду немножко нарушать коричневый сахар выбираем на дачу вино не в гудвайне а в сельпо любители животных я короче взял бутылку вино стою рассматриваю и Оля точно такое же приносит это испанское сухое вино ну и смотрим потом вместе с жирафом тоже выбираем тоже это полусухое да интересно получилось ну давай щас посмотрим что рыбку вину надо рыбу и очень много можно взять дораду давай дорадо возьмем да ну давай и то и то возьмем допустим два стаика да давайте три стаика и дорады пару штук взяли короче стаика цена хорошая поэтому будет разнообразие это у нас сива с дорадо постоянно теперь будет просто филешка я взял еще такое уголь древесный угель для бобра чтобы не париться с этими рубить пеньки закинул подождал распалил и все хорошо взял на всякий случай квас но мы его скорее всего не будем потому что он с сахаром ну ребята арсеневский вот этот живой квас это самый лучший квас вообще в Украине который вот это есть покупайте именно его и пожалеете очень вкусный и знаете вот раньше приезжала машина бочка все там стояли с баклажками квас набирали и вот он по вкусу реально как арсеневский может это он и был а мы чисто за рыбкой вот заехали да видно у нас так всегда происходит взял на пробу вот такой вот сок березовый с лимоном без додавания цукру тут все практически по нулям смотрите знаете испокон веку мой любимый напиток это вода с лимоном Олечка тоже это любит и мы постоянно так утоляем жажду березовый сок тоже должен быть крутым сейчас попробую премия обычно ну так себе фирма но некоторые продукты у них хорошие попробуем пусачок неплохой как водичка с лимоном она стоит 46 гривен но зачем можно не переплачивать сделать такой же в домашних условиях но за счет того что это березовый сок когда определенная польза тоже есть нормально а еще вот что я купил раз и два что это будет правильно это будет наливочка вишневая потому что на даче снова уродила много вишен помните рецепт приготовления бомбезной нарывки она получается супер вам больше ничего не надо наливочка дружная компания вот так заходит у нас все этот рецепт берут разгребают просят ну дайте дайте нам рецепт делимся абсолютно бесплатно кто не видел посмотрите по ссылочке в описании видео Олечка как раз занималась приготовлением вкуснейшего напитка ну и конечно же не забывайте что алкоголь вредит вашему здоровью привет друзья у нас немножко обновление в магазинчике смотрите все это выставлено выставлено почему здесь выставлено продукция здесь выставлено продукции почему что произошло а вот что у нас обновление нашей витринки сделали как вы видите лед ленту пустили на каждую из полочек чтобы они очень ярко классно светили потому что тот скотч который мы сами заказали на алиэкспресс и клеили ее на самоклеящуюся ленту сами понимаете как это ужасно первых кустарно смотрится а вторых его реально неудобно это делать это там провода даже свисали решили сделать красиво на совесть сейчас я вам покажу как это будет смотреться полки здесь нужны яркие витрины это бросается в глаза поэтому она должна быть яркой здесь мы наверное не будем делать подсветку они так достаточно хорошо смотрятся немножко может лампы другие поставим что света не особо много ну и здесь наверное тоже не будем делать подсветку давайте я вам включу покажу как это смотрится а ну-ка следите за светом об ну красиво правда и что самое классное покажу лента она в принципе служит долго должна и у нас прослежит долго вот когда заходишь она реально смотрится очень нарядно очень красиво будет бросаться сразу глаза посетителей и посуда будет видна которая там будет выставлено но здесь как я уже говорил будет вывеска и баннер и на фасаде здания тоже будет баннер мы уже заплатили внесли предоплату денежки в течение семи рабочих дней парниша обещал что все будет посмотрим насколько будет красиво насколько это все будет смотреться да я наверное чуть пододвинул эту штуку сюда так я вроде я вроде сюда ближе к стеночке и пододвинул чтобы здесь не выпирала вот на этом краю не сильно упирала вроде все красиво олечка звонит это знаете как на современных кухнях делают тоже лед ленту и они реально служат очень долго прикольно очень мне нравится я чуть ее подвинул влево и чуть к нашему профилю здесь красота уже видели сервировку еще раз по серверу вот такой вот наш магазинчик люди ходят люди уже покупают это приятно но конечно мы еще даже и близко не вышли на те показатели которые у нас были до карантина ничего с каждым днем и все будет хорошо вот так вот выглядит это счастье когда уже куча всего наставлено что-то олечка становишься сидят озвучивают привет красота неземная здесь у ребят уже стены а был просто металлический профиль классно сделан очень даже ничего здесь все для танцев не повесили вывеску еще какие-то киды жбанчики